Девушки отдыхают И с помощью сложной химии вырастила сверкающие камни в лаборатории Как они это делают? Большинство природных алмазов образовалось глубоко под землей миллиарды лет назад Когда чистый углерод подвергся воздействию огромной температуры и давления Но в современном Сингапуре этот процесс менее драматичен и ускорен на несколько миллиардов лет Команда Туэй Технологи успешно вырастила чистейший алмаз Искусственные камни создаются в лаборатории уже более ста лет К 1907 году рубины производились в промышленных масштабах Но ученые хотят превзойти природу Они пытаются создать идеальный алмаз Безупречны только 2% природных алмазов Так что задача непростая Президент компании Вишал Мехта Представитель пятого поколения специалистов по алмазам Мы очень рады, что смогли раскрыть природный замысел И усовершенствовать этот процесс Но как вырастить самый драгоценный камень на земле? Очень просто Нужно посадить бриллиантовые семена Как зернышки чрезвычайно дорогого фрукта Эти кусочки чистого алмаза шириной в 6 миллиметров Станут семенами, из которых вырастут новые алмазы Где же берут эти семена? Выращивают их сами Малейший дефект в алмазном зернышке может все испортить Каждый кусочек должен быть безупречен Эти зерна – копии будущих алмазов И они проходят строжайшую проверку Несколько инородных молекул Могут изменить цвет алмаза и исказить его форму Горячая мыльная вода с этой задачей не справится Чтобы семена были идеально чистые Их помещают в ультразвуковой очиститель Поток воды подается вместе с высокочастотными звуковыми волнами Мы их не услышим Звуковые волны создают в воде крошечные волны давления Волны давления настолько малы, что могут проникнуть в мельчайшие щели трещины Растворяя любые загрязнения Теперь, когда семена чистые, начинается волшебство Хотите купить кольцо с бриллиантом за 10 тысяч долларов? Купите кольцо с синтетическим бриллиантом Экономия до 4 тысяч долларов А если кто-то скажет, что видит разницу, то он лжет В теплице с растущими алмазами создается нужная среда И углерод кристаллизуется на алмазном зерне естественным образом Поднос с алмазными семенами помещается внутри теплицы Но эта теплица не похожа на садовую Температура в ней 1000 градусов по Цельсию Водород и метан нагнетаются при низком давлении Затем они поджигаются с помощью энергии микроволн, чтобы создать плазменный шар Молекулы метана содержат атомы углерода, которые высвобождаются в плазме Они присоединяются к углеродным атомам в зернах Слои углерода накладываются, и бриллиант начинает расти атом за атомом Через 12 недель он вырастает в 4 раза Теперь эти алмазы весят до 5 каратов Но их поверхность темная и грубая Такие никому не продашь Их нужно огранить и отполировать Но как снять слой самого твердого в мире вещества? Ответ высоких технологий — точечный лазерный резак Размер лазерной точки всего несколько микронов Лазерная обработка отлично подходит для огранки бриллиантов Бриллианты, золото и другие драгоценные металлы измеряют в каратах Ведь раньше их взвешивали с помощью семян рожкового дерева У которых всегда один и тот же вес Бриллиант должен сверкать Поэтому каждый новый камень полируют на круге с алмазным покрытием Другим материалам просто не хватит прочности В итоге мы получаем драгоценный камень Предмет роскоши, выращенный в теплице Мы счастливы, что во всем мире Наши бриллианты преподносят вместе с предложением руки и сердца В виде обручального кольца 12 недель роста 6 месяцев огранки и полировки И искусственные бриллианты не отличить от их природных собратьев Ученые обнаружили планету, которая вдвое больше Земли И считают, что эта планета на треть чистый алмаз Это 10 тысяч триллионов каратов Но нам туда не добраться До нее 40 световых лет Субтитры делал DimaTorzok